хей ой с вами шимки мы продолжаем родить и ру под названием castelvania lord of shadow ultimation edition давайте просто castelvania lord of the shadow и все так мы начали короче вторую главу с вами и это у нас заколдованный лес наши пути расходятся но я чувствую он исполнен надеждой что будет вести его все дальше возможно он и есть избранный воин с чистым сердцем способны освободить нас от зла может быть интересно что творилось у него в голове когда он увидел ее там свою возлюбленную видел ли он свои мечты или же свое будущее унесенное словно листва ветром я вижу его идущим границы владений пана лес тянется на восток и простирается до владений оборотней там руины древней цивилизации забытой и разрушенной никогда бывшие свидетельством человеческому мастерству и дальновидности они снова отвоеваны природой подождите я слушаю разговор сейчас от того мужика который подошел к нашему человеку ну да пусть и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну понятно, что логично я должен туда пойти, но я логично пойду сюда Для проведения этого устройства в действии требуется магия теней Возвращайтесь Я вас понял Короче, народ, как я надеюсь, вы поняли, я потом соло буду проходить это все дело Либо с вами просто уже когда буду прокачан Так, там ничего нету Так, это нейтральные стихийные сферы Нейтральные Вы можете поглотить их благодаря медальону магии света, который вам дали Нажмите ЧИ Так, из врагов не выпадает нейтральные стихии сверху, когда активируются магия Вы можете поглотить их только Магия света Атаки Совершенные во время действия магии света восстанавливают ваше здоровье за счет ее энергии Ааааа, понял Нажмите КЮ, чтобы активировать ее Или деактивировать магию света И удерживайте Г Чтобы собирать нейтральные стихийные сферы для пополнения и запаса света Окей, то есть это у нас что-то типа хилки Но она вас забирается только чисто тогда, когда мы атакуем, так ведь? Ммм Вспышка света Синхронный блок активирует магию света, выпуская вспышку света, ослепляя всех рядом с вами врагов Первая атака, а не ослепленного Наслепленного пробивает, наверное, еще не больше урона, но также снимает эффект Ясно Цена? Нихера, цена Цветоковой крест При активации магии света комбинация вызывает ослепительную вспышку энергию Бла-бла-бла, 6 кусков стоит, ясно Но она, походу, укончается чисто когда я дотрагиваюсь до врага, так? Значит, все нормально Я смотрю, что она почему-то потихоньку у меня забирается Ну что, обычными атаками я наношу, что такими? Так, и у меня началась развилочка, да? Либо в ту сторону Ага, наверх я ушел, значит не смогу забраться Либо в жабью сторону Угу, я спрыгну, но я не соберусь Давайте пойдем в другую тогда сторону Однако, если тут тоже спрыг Ладно Хоть так, хоть так, мне уж и потом не забраться наверх ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 А, это бы как раз я здесь же и приземлился, да? Да. Подожди, а ч... То есть, здесь был путь довольно легче? Я так понимаю. И я правильно понимаю. Потому что там были и волки, и оборотни. Да ладно. Так, сразу сюда. Так, там ничего нету. Но зато я нашел кристалл маны. А это уж не хухры-мухры. Бомб. Бомб. А за подня, за поднёй. Кусты сраные. Светоконцентрация. Боевая концентрация. Боевая концентрация является древней техникой братца света. Полностью концентрироваться умелый воин может извлекать нейтральные стихийные сферы из врага. С каждым успешным ударом. Использование шкала боевых конструкции. Заполняется, когда вы успешно сражаетесь, используя различные приёмы. Избегая ранений вне боя, шкала будет медленно опустошаться. Так. Застынет при использовании магии. Ясно. Полоза концентрации отображается в нижней части экрана. Вот так. Теперь поддерживайте концентрацию, и после каждого успешного удара врага будет выпадать нейтральные сферы стихий. Найс. Быстренько я концентрацию набрал. Продолжение следует... Вот эти враги довольно сложные. О, давай. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ну, гранаты, гранаты кидаем. Всё, да? Ну, там много очень механик ненужных. Тихо. Тихо. Ваншот Давай, к примеру, сюда пойдем Хорошо Или здесь одна развилка На все Окей, здесь выход на Здание О Великий Дека Когда-то был самым большим И красивым древом в лесу Он был так высок, что его Кроны было видно за 3-9 земель Некоторые даже и верили, что Будто он живой И что его магическую силу защищает лес От вторжения темных существ Не знаю, насколько правдивы легенды Но факт в том, что темные владыки Наверное, заведели в нем Символ жизни И нанесли на дерево порчу До сих пор Будущи под его мертвым стволом Понятненько Понятненько Продолжение следует... Продолжение следует... Мне нужно в дерево, да, влететь? Ну окей, тогда продолжим дальше. Можно, в принципе, сложности уменьшить, но тогда, мне кажется, будет очень легко. Давайте комбинацию посмотрим. Так, дальше у нас подземные пещеры. Он становится сильнее с каждым шагом. Его доблесть в сражениях не вызывает сомнений. Ему она понадобится. Гоблины — это одно, но есть еще много других существ в темных уголках мира. Существ, не подозревающих о его целях, но борющихся за свое выживание. Многие павшие братья свидетельства этому. Он идет дальше, навстречу опасности. Интересно, кто из них охотник, а кто жертва? Возможно, когда придет время, эти создания познают страх, который они сами обычно видят в глазах своих жертв. Ступай, друг мой, спаси свою любовь. Ну, теперь я смотрю, вот там у нас какая-то паучья логова. И это так, потому что здесь дохера паутины. Ну и пауки живут в паутине. Что тоже логично. А, зашать прыжок надо, чтобы он отпрыгнул. У них по-любому слабость к кинжалам. А, зашать прыжок ela. Подпишем сюда. Что тоже логично. Ну и пауки дивать. Пока. А, зашать. Käка... Когда кинжал 2010. Играет музыка Да, у него есть слабость к нашу. Эти эмоции самые большие из известных видов паукообразных, и они намного красивее разновидности обычных размеров. Ганские пауки можно встретить практически в любой местности, но они предпочитают темные сырые места, такие как дремучие лица или пещеры. Ганские пауки, как их меньше собрать, могут соткать липкую паутину, которую они используют как ловушку для жертвы, прежде чем ее съесть. Их паутина чрезвычайно крепкая и может использоваться в качестве прочной веревки. В последние годы численность геландских пауков сильно сократилась из-за вторжения людей в их естественную среду обитания. Зобик Да, нужно сложность немного полегче брать. А то это как херия. Полжизни бить одного врага. Полжизни бить одного врага. Полжизни бить два врага. Полжизни бить. надо будет другую кнопку какую-то поставить может нанести а он так вот гуляет а я отправлен, я понял а я так мне теперь нужен по любому враг чтобы восполнить свою силу так ну логично что если камеру туда показывать значит мне туда и надо но я хочу сюда попасть конечно фиг знает куда еду но все равно а тут паутина хоть паутина но удивительно быстро и ловки я слышал даже что умелому воину под силу прочитать его в определенной степени если паук достаточно слаб и оседлать его как бородавчиков еще я слышал что их паутины можно сделать мосты такие прочные что выдержать вес взрослого человека просто невероятно я теряю рассудок заставляя в этом дьявольском месте ведь нужно быть сумасшедшим чтобы поверить в такие небылицы но на самом деле это все правда медальон кристалла света многие члены браса света носят эти магические медальоны они позволяют трансформировать нейтральные стихийные сферы в энергии света магические кристаллы могут быть вставлены в пустые пазы и когда все пять будут заполнены силой кристаллов максимальный запас магии света возрастет этот медальон был дан габриэлю забегом при первой их встрече так это я как раз сейчас свернусь там где была другая до тропинка или нет так не было знать откуда и откуда я бегу так плохая новость я потерялся хороший новость я что-то нашел вы не можете улучшить боевую кризис чтобы про ммм ясно о стоять тут тоже есть проход о и мне понять просто если бы туда не пошел куда бы я пришел хорошо давайте на секунду представим что я бы пришел оттуда я прихожу отсюда первое что мне показывают туда проход значит мы идем сюда и 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 если и и кинь давай 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 теперь я знаю что мне туда нужно будет идти иначе могу со спокойной душой пойти обратно будет враг и я буду только рад потому что я смогу отхилить от него используемые света чтобы отхилиться а а с ладно с пауками легко драться он сбил мне всю стамину зараза гамнюк там сверху проход какой то есть и тут есть куда то проход но то было нечестно а Так, wait, what? Окей. И откуда должен я был изначально прийти? Ну, типа я двери взорвал? Окей, сейчас посмотрим. Я продолжаю идеи по следу Ренальда Гандерфе, известного алхимика и члена братца Света. Я не знаю, что заставило его покинуть орден, или более того, почему он без вести пропал в глуши. Но нам, несомненно, пригодилось бы его умение в этих темные времена. Говорит, он сотворил множество магических орудий и реликвий, запрятанных им в самых трудодоступных местах, куда смог добраться и обнаружить их только самые преданные и достойные. Стоп, что? Стоп, что? Это же тут... Окей. То есть я перелетел оттуда, но мне приходится бежать сюда. Ладно. Значит, пойдем как раз сюда, где мы открыли проход. Все-таки... Да, не зря же я его открыл. Так, как я понимаю, с другой стороны это я сейчас обойду. Пусть здесь, а да? Прикольное то, что у меня теперь... Ладно, давайте, короче, на паузу сейчас разберусь. Не, это жопа, короче. Когда пауза стоит, у меня игра очень жестко лагает. Я не знаю почему. Там такие фрезы, просто... Тупая паутина. Ладно, ну хотя бы у нас есть ключ, который мы можем уже открыть тогда, и там, походу, конец будет. Ну а что, сейчас... Я попал бы на... Да, попал, все, отлично. Так, ладно, ворота я открыл. Так, а давай ты сам не будешь что-то заходить, да? Так, мы оттуда, да, пришли? Там просто еще был челек один, я хочу его посмотреть. Так, нам дали цепь, с помощью которой мы можем лазить, значит нам усилят и... Этот? Копья. 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 Субтитры делал DimaTorzok Гандольфи изготовил две разные цепи для боевого креста, но данная цепь не была одобрена братством по очередной причине. Старейшины считали, что шипы на звеньях цепи это излишняя жестокость, которая не сочетается со святой природой оружия. Тем не менее, вместо того, чтобы уничтожать цепь, ремесленник спрятал ее в одном из храмов ордена, веря в то, что однажды она может пригодиться. Шиповная цепь в боевой крест может быть использован для того, чтобы распилить препятствия и для усмирения опасных монстров, если охватить цепью их шею. А выбирать между этим нельзя, да? Ну, слушайте, это тоже, с одной стороны, типа неплохо из-за того, что мы теперь сможем с вами цеплять врагов. Блин, ладно, я ставлю паузу, мы сейчас все-таки быстренько, я добегу обратно. Там где до этого мы с вами кое-что видели. Так как обратно я, понятное дело, по кое-каким причинам не смогу вернуться. Так, я тогда туда, да, пошел? Значит, в этот раз я иду сюда. Да, я, походу, иду как раз так, к тому челу. Найс. Куда бы я ни обернулся, повсюду вижу смерть и разруху. Бог нас покинул. Я оставил поиски, этого бесполезно. Я не желал умереть и кончить, как мои братья, павшего обучен по воле Рокос, ставший источником припасов для очередного искателя приключений. Я не желаю, чтобы это стало и моей судьбой. Серьезно, здесь было все... Все время здесь была паутина. Классика. А почему я ее не видел? Прикольно. Что сказать? Круто. Угу. Не знаю, зачем мне, но я думаю, это стоило бы того. Понятно. Ну да, оно того, в принципе, стоило. Улучшить себе хпшку. Вайно. Почему бы и нет. Блин, ну, если там была паутина, если бы я ее сразу увидел, я бы круголей несколько раз не наворачивал. Подождите, а точно она тут была? Тут ее, кажется, не было до этого. Если не ошибаюсь, ее тут тогда не было. И он прыгает мимо паутины. Я что, виноват? Я хочу прыгнуть на паутину, но он прыгает мимо паутины. Ладно, плевать. Плевать. А, то есть кликать надо. Да и все. Там не важно, зажимаешь ты, не зажимаешь. Лайк, а тогда мы с вами на этом заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok